В 1917 году в Краснодаре был создан фарфоро-фаянсовый завод «Чайка». Это был один из первых фарфоровых заводов, созданных молодой Советской Республикой. Гражданская, а затем Великая Отечественная война сказались на становлении этого предприятия. Первая продукция краснодарской «Чайки» сошла с конвейера только в 1960 году. Художники краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка» обещали в третьем решающем году пятилетки внедрить в производство семь новых изделий. Это обязательство они выполнили за 10 месяцев. Накануне праздника октября началось изготовление бокалов «Курорты минеральных вод» автор Павлова и «Вазы ожерелья» автор Синицын. По образцам, разработанным этими мастерами, выпускаются сервизы, тарелки, сувенирные кружки. А художники продолжают создавать новые формы и рисунки. На краснодарском фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» был открыт экспериментальный художный участок. По сути, это было предприятие в предприятии, которое разрабатывало и запускало в производство образцы изящной продукции из фарфора и фаянса. Сегодня эти изделия продают на аукционе. Наряду с крупными партиями тарелок, кружек, чайных и столовых сервизов, художниками экспериментального цеха были созданы и выставочные авторские работы. По желанию авторов, работы были переданы в музей, организованный при заводе. Всего за 40 лет существования заводского музея, в 2008 году в нем было собрано 275 высокохудожественных работ. Третий этаж вот этого лабораторного корпуса, а площадь была, наверное, метров квадратных, метров 400 или 500. Я точно сейчас не могу. И сколько экспонатов там? Там от первой тарелки мы собирали. То есть, ну, так называемую, как бы, производственную, тиражную продукцию. Серийные производства, это как бы, это групповые, то есть по пресс-куранту они делаются. Это от первой до десятой группы. А не серийные, они уже там по-другому. То есть, как занимается площадь, как там, что, чего. Вот, это уже не серийное производство. И оно идет как бы вне групповое. Вот почему экспериментальный участок тогда на заводе присохнул. После приватизации несколько раз менялась организационно-правовая форма предприятия. В 2004-м изменилась форма собственности завода. В общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческую фирму «Кубань-Фарфор». Авторы музейной коллекции во время приватизации обратились к бывшему губернатору Кубани Александру Траканову. И председателю ЗСК Владимиру Бикетову с просьбой оказать содействие и безвозмездно передать на хранение в Краевой музей заводскую коллекцию. Золина мне тогда сказала, говорит, завод приобретен. Я говорю, приобрели стены, территорию. Я говорю, а кто мою собственность инфраструктальную привел? И других мастеров, художников, которые являются собственниками этих вещей. И так порастащили, и так поразворовали. Наш завод, построенный при советской власти, его похерили, его уничтожили. Это же вообще кошмар какой-то. Редакция «Новой газеты Кубани» обратилась в музей имени Коваленко и музей имени Фелицина с вопросом, передавали ли им на хранение коллекцию фарфорово-фаянсовых изделий из музея Краснодарского завода «Чайка». Из полученных ответов следует, что предметы в эти музеи не поступали. Мы позвонили новому собственнику завода «Чайка» Константину Корчеге, в надежде узнать о судьбе экспонатов музейной коллекции. Меня зовут Галина Ташматова. Я главный редактор «Новой газеты Кубани». Будьте любезны, уделите мне минутку. Недавно отмечали юбилей Туркова, художника известного кубанского, 90-летний юбилей. И вот Николай Петрович, он поднимал и продолжает поднимать, как бы проблему сохранности музея, который был на заводе «Чайка» Краснодарском. А вот скажите, пожалуйста, он утверждает, Николай Петрович, что вся коллекция музейная находится у вас в настоящее время, в целости и сохранности. Это так? На эту тему даже разговаривать не хочу, даже время терять не хочу, понимаете, чтобы на эту тему разговаривать. А почему? Он где работал? Где работал ваш этот художник? На «Чайке». На «Чайке». А наша «Чайка» к той «Чайке» не относится, извините. Другой ННН, другой юбилей. Да, ну... Понимаете? Но... Я не имею отношения к тому предприятию. Но вам что... Предприятия уже давно не существует. Это понятно. Скажите, пожалуйста, а что-либо о судьбе вот той коллекции вам известно? Что-либо мне известно, но вас это не касается. И его это тоже не касается. Я вам объясняю. В 2002 году, или в 2003, не помню, был суд. Эти все художники там обращались в суд. Есть решение суда о том, что все изделия, которые были в свое время ими сделаны, они являются собственностью предприятия. Они... Человек за зарплату делал, понимаете? Человек, находясь на работе, получая зарплату, делал какие-то изделия. Эти изделия являются собственностью предприятия. Эти изделия делались в 70-х, там, в 60-х годах, в 80-х годах. Я так понимаю, вы жили в СССР? Конечно. Я помню, что вы помните те времена. Человек, если на работе что-то сделал, это кому принадлежит? Но есть интеллектуальная собственность понятия. Интеллектуальную собственность никто не отнимает. Авторство. Есть решение суда, я вам говорю. Есть решение суда. Если вы хотите этой темой заниматься, пойдите, пожалуйста. Вот тут Карасунский суд в архиве вам найдут решение суда. Все, этот вопрос давно задержан. А подскажете, какого года было решение? Я не знаю, это занимался не я, это занимался юристы СБС занимались. А, вот так. Ну что ж, спасибо вам большое. Всего доброго, все понятно. До свидания. Как утверждает Корчега, суд оставил право собственности на музейные экспонаты за новым собственником завода. О том, в чьих руках находится сегодня музейная коллекция, собеседник наотрез отказался говорить. Редакция «Новой газеты Кубани» идет по следам коллекции Краснодарского завода «Чайка». Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова